Салем Казахстан! Сегодня мы проведем эфир по поводу Макса Талгата. Ребята сейчас находятся в тюрьме. Завтра их с утра вывезут в Атрауский областной суд. И будем смотреть, что будет на суде и какая у нас диспозиция сейчас. Никакой доказательной базы вины этих ребят нет. Это чистая победа ребят. Судят ни за что, абсолютно на ровном месте. Никаких криминала, никаких оружий, боеприпасов, взяток, чего-либо связанного с очевидными вещами, с изнасилованием. Ничего пришить ребятам не могут. Ребятам пришивают чистое культурное проведение массового митинга. И в глазах народа ни одного человека нет, который бы мог каким-то образом поганить имя и Макс, и Талгата. Это абсолютно чистая, безупречная репутация ребят. И на ровном месте созданная проблема. На голову самого Назарбаева, я думаю, ситуация абсолютно проигрышная. И недавно я публиковал в одном из постов разговор между Назарбаевым и Тажином при первой встрече. 13-го числа это было. Это, конечно, придуманный разговор, но абсолютно достоверно показывает, какая атмосфера творится там. Сейчас полностью все очки на стороне Макс и Талгата. Надо иметь в виду, что Назарбаев имел шанс красиво выйти из этой грязной для него ситуации через амнистию. Но он этого не сделал, и тем хуже для него самого. С другой стороны, Экспо это мероприятие международного характера, самое большое, наверное, в этом году. И Назарбаев хочет того, он или не хочет, он должен освободить этих ребят. В глазах мирового сообщества, Европарламента, США, Америки, Европы, всех демократических стран мира, судить за то, что ребята провели массовый митинг, ну это полный абсурд. И уронение, обрушение репутации Назарбаева как демократа, точно такое же, как обрушение здания Экспо от IP Group на самой территории Астаны, на левом берегу, на территории Экспо. Поэтому сейчас Экспо это хороший механизм для того, чтобы заставить этого диктатора, выжившего из ума, сейчас выйти и сделать через амнистию, которую прошляпил, через апелляцию, вытащить этих ребят на свободу и попытаться хоть немножко компенсировать потерю своей репутации, своего РНМ. Поэтому считаю, что шансы на освобождение в ближайшем будущем очень большие. Но мы со своей стороны должны тоже показать, я думаю, что народ, если бы выходил к зданию городского суда, сейчас в областном суде, то именно это и есть мощный механизм влияния на власть. Потому что правосудия в нашей стране нет. Судья, который решает по делу Макс Толгат или тот судья, который решал по поводу меня, абсолютно не свободны. Они полностью выполняют роль пешек, кукол, ручных. Поэтому в этом плане единственный судья у нас Назарбаев. И Назарбаев боится только лишь народа. Когда какие-то катаклизмы возникают, он тут же уезжает за рубеж и пытается силовым структурам дать отмашку на проведение любых силовых приемов и обеспечить тем самым для себя алиби, что он здесь ни при чем. Он боится народа. Он боится народа. И каждый раз, помните, Есимов каждый раз уезжал 16 декабря, и Назарбаев уезжает. И когда была ситуация с земельным митингом, он тоже уезжал. Поэтому в этой ситуации, в принципе, народ, это единственное средство, единственное обстоятельство, которое заставляет Назарбаева дергаться, двигаться в сторону народа, в сторону вот сейчас вот эти поползновения по преемнику, по смене полномочий, по уменьшению полномочий президента в пользу парламента. Все это, в принципе, попытка Назарбаева в какой-то степени показать, что он готов, значит, компенсировать потери своей репутации. Сейчас для него самый лучший совет от любого грамотного сподвижника из окружения Назарбаева, это будет отпустить этих ребят, которые, в принципе, на ровном месте, благодаря репрессивным идиотским шагам Назарбаева и его силовиков, создали высочайшую репутацию, рейтинг, авторитет моральный у этих ребят. И именно Назарбаев на сегодняшний день мизинца ни Макса, ни Талгата не стоит. Поэтому в этом отношении он проигрывает. Если сегодня бы выбирали между репутациями Назарбаева и этих ребят, конечно, народ отдаст этим ребятам предпочтение. Вот в этом ключе я считаю, что завтра, в 16 числа, завтра, в понедельник, с утра, в Атрау, кто есть, находится рядышком с этим регионом, западники, младший жуз, ребята, казахи, кто есть рядом, помогите, подъедьте. И покажите на самом деле, что вы можете не только лайкать, не только перепостивать. Вы можете еще и показать свое мнение своим присутствием, даже молчаливым присутствием. Если будет, конечно же, возможность у кого-то из вас выйти в прямой эфир или сделать видео своего мнения по поводу этого, это будет очень неплохо. И если вы не можете приехать в Атрау и присутствовать на этом суде, то было бы неплохо, если бы каждый из вас написал бы сегодня пост об этих ребятах, чтобы прочитали его ваши друзья, чтобы сегодня вы могли сделать какое-то видео, тоже аналогично тому, что сделал я, видео или прямой эфир, с тем, чтобы как можно больше людей завтра пришло на апелляцию, на апелляционный суд, на суд второй инстанции в областном суде Атрауской области. Я прошу ребят, которые сейчас находятся в Атрау, Асель, Нургазеевы, Сестер, Акмарал и Жанргуль Бакаевых, и других девчат и ребят, здесь написать в комментариях адрес Атрауского областного суда, куда подойти ребятам. И было бы здорово, чтобы мы все всемирно, просто на самом деле, показали солидарность с этими ребятами, с этими батырами и помогли, чтобы они побыстрее вышли на саботу. Вот в таком ключе. А вот ситуация, которая развивается в стране тем временем, она, в принципе, показывает на самом деле, насколько эти ребята были правы. И ситуация с тем, что китайзация, которая продолжается, и колонизация, которая продолжает Назарбаев, и те события, которые развиваются вокруг временной регистрации, для граждан она делается платно, обязательная, тотальная. С другой стороны, тотальная идет освобождение от какой-либо регистрации послабления для иностранцев, для китайцев, для других иностранцев, которые в том числе прибывают на экспо. Вот такая разница, она показывает, кому принадлежит на самом деле наш Казахстан, и насколько далеко могут пойти коллаборационисты, олигархи и окружение Назарбаева только лишь для того, чтобы, в принципе, продать подороже активы Казахстана, чтобы, в конце концов, уехать за рубеж при смене настоящей власти и уйти с полными карманами в швейцарских банках, где они могут закончить свою жизнь и обеспечить своих детей и внуков. Я думаю, что эти ребята, Макс и Толгарт, задали высокий тон, и мы должны эту марку всемирно поддерживать и помогать. И мы должны каждый, многие из вас не выходили на митинги, многие из вас еще не решались выйти на пикеты, на собрания, на видео, на прямые эфиры, на высказывания откровенной своей позиции на видео. Я считаю, что вы такой моральный барьер, границу должны перейти, и перейти границу между трусостью и храбростью, между нейтралитетом и патриотизмом. Вот мне понравилось сегодня заглавие статьи Алексея Навального в Москве. Он сказал, что сегодня на самом деле борьба идет не между добром и злом. Борьба идет между добром и нейтралитетом. Позорным, трусливым нейтралитетом, который не позволяет победить злом. Вот помните, тот же самый ночной и дневной дозор и иные. На самом деле, под иными мы, на самом деле, нужно понимать огромную, большую группу людей, народа, которые могут повлиять на стать той каплей или тем массивом, который и сможет на самом деле привести добро к победе. Добро не может победить это ничтоженное мещенство зла, потому что у нее находится силовая структура, но в первую очередь потому, что большинство людей находится до сих пор в страхе за свои действия, за своих детей, за свою работу, за свою пенсию. И не может перешагнуть, и не может выйти из этого состояния позорного нейтралитета в войне между добром и злом. Пока вы находитесь дома, добро не победит. Добро не победит завтра в отраву. Нужна ваша поддержка. Поддержка многих-многих казахов, многих казахстанцев. Тех людей, которые предпочитают отсиживаться по домам, которые предпочитают оставлять свое мнение где-то в куарах, которые боятся высказать свое мнение и под собственными именами. Надо выходить из удобного места, из удобной зоны, комфортной. Потому что именно от вас зависит судьба страны. Именно от вас зависит судьба тех ребят, тех батыров, которые идут впереди и идут на тюрьмы, идут на репрессии, идут под пули, идут под штрафы, идут под риск потерять свою свободу. Сейчас все зависит от вас. И вот эти вся вакханалия с временной регистрацией, и то, что генеральный прокурор Асанов даже предлагает вести массовый прием анонимных доносов и так далее, все это возвращает нас в 37-й год, и именно благодаря молчащему нейтралитету многих людей. Поэтому я считаю, что все зависит от вас, все зависит от нас. И я молчать не буду. И если молчать не будут множество, множество людей, тогда мы сможем победить и добить эту власть до смерти Назарбаева, чтобы он не чувствовал себя непобежденным, когда он идет в мирной. Надо необходимо вот сейчас...